всем привет давно я не делал секретных приспособлений так что давайте начнем сегодня поговорим о болтах и все что можно из них сотворить первая идея будет из болта на 12 и гайки зажимаю болт в тиски и откручиваю гайку теперь устанавливаю в ленточную пилу и отпиливаю от этого болта примерно полтора сантиметра все получилось теперь этот отрезок беру и зажимаю обратно в тиски теперь пошла ювелирная работа в этом огрызке нужно сделать пропил ровно посередине с помощью самого тонкого диска и болгарки пытаюсь это сделать получилось как-то так а эту ювелирную работу я делал для того чтобы можно было зажать два троса вместе то есть скрепить их вот таким вот образом согласитесь очень просто и очень полезно для второй идеи мне понадобится тонкая пластина металла и болт на 12 но уже подлиннее зажимая в тиски и делаю вновь ту самую ювелирную работу и распиливаю болт пополам теперь беру ту самую пластину и примеряю она не должна задевать ни об один край переворачиваю болт зажимая по-другому и начинаю сверлить отверстие в пару миллиметров сбоку болта также делаю отверстие в пластине теперь нахожу маленький болтик чуть больше отверстия в болте и с помощью молотка забиваю его туда для применения этой самоделки понадобится фанера предположим это стена из осб или из фанеры запихиваем нашу самоделку в отверстие пластиной вперед из-за того что один край пластины больше она перевешивает и блокирует выход этого болта ну а мы тем временем поджимаем с другой стороны все это дело гайкой получается неплохой способ крепления каких-нибудь полок или вообще всего что угодно для для следующей самоделки уже по традиции берем болт на 12 примерно длиной 6 сантиметров и зажимаем его в тиски помощью керна делаем две насечки для того чтобы ровно просверлить в указанных местах незамедлимо начинаю сверлить просверлил а получилась у нас простая незамысловатая самоделочка берем любой шуруповерт дрель неважно и зажимаем этот болт и теперь этот болт превращается в очень удобный хомутатик отличная идея вновь берем болт и отпиливаем от него часть отпиленную часть зажимаем в тиски и пропиливаем опять же по центру ровно но на этот раз пропил делаем чуть шире чем обычно берем вторую часть болта и зажимаем в тиски за край и тут начинается мучительная работа в этой части болта нужно сделать углубление с двух сторон получилось как-то так а по итогу получился неплохой зажим для электропроводки зажимать можно и два провода и три и четыре да хоть 30 если они влезут в эту щель зажал сколько нужно проводов заизолировал и хорошее соединение готово ну а теперь понадобится одна широкая гайка все так же на 12 и два болта гайку зажимаем в тиски керним и начинаем сверлить только одну сторону не насквозь теперь в эту дырявую гайку закручиваем с двух сторон два болта на 12 и у нас получился нехилый метчик-одержатель давайте испытаем его очень удобно отличная самоделка но на этом все если вам понравилось видео пишите комментарии ставьте лайки всем пока пока